С каждым новым принесённым пакетом груда мусора только растёт. Строительный мусор вперемешку с бытовыми отходами, старая мебель и обрезанные ветки. Генеральная уборка во дворах обернулась беспорядком на контейнерной площадке на улице Александрова. Вот эта куча, ей три дня, наверное, уже. Ну, потихонечку. Это вот строительный мусор? Нет, нет, это разно. Там и бытовой строительный, смотрите, кресло, прочее. Пакеты в основном вот эти возят, да. Вот этого контейнера, по-хорошему, недостаточно для этого микрорайона. Стало очень много, когда стали возить с полуострова бедные люди, у которых коттеджи. Такое обилие мусора привлекает стаи собак. И хотя ведут себя они мирно, добавляют штрихи в общую картину беспорядка. Уколо Татар-базара основная проблема – запах. Большая часть мусора – пищевые отходы, которые часто оставляют не в самом контейнере, а около него. Мусорка здесь очень давно. И когда, особенно лето, осень, наполняется отходами. Ну, естественно, все последствия, запах, визуальные неприятные ощущения. Все это, конечно, сказывается и на настроении, и на санитарии города. По законодательству вывоза мусора занимается региональный оператор. Уборкой контейнерных площадок муниципалитет под ведомственной организацией «Чистый город» отмечают, не справились с возросшей нагрузкой во время самоизоляции. Физически мы не справляемся. У нас есть график уборки этих контейнерных площадок и прилегающих территорий к ним. Это от одного до двух раз в неделю. Но из-за огромного количества мусора мы физически не справляемся. Сейчас пересматриваем график, конечно, более частой уборки площадок. Но пытаемся исправить сложившуюся ситуацию. Впрочем, астраханцы и сами не всегда придерживаются культуры обращения с отходами. Вандалы портят новые контейнерные площадки. Нет ни аккуратности, ни сортировки. Мусор бросают возле баков, а крупногабаритный выбрасывают вместе с бытовым. О возросшем количестве мусора свидетельствуют и данные рекоператора. Только за первую неделю праздника вывезли почти полторы тысячи кубометров отходов. Это и строительные отходы, ветки, покрышки и остатки отхозпостроек. Дополнительно к уборке привлекли 33 единицы техники. Наталья Фомна, Олег Райда, Тимофей Кухарчук, Центр новостей.